Марионетка, петрушка, тантамореска, ростовая и кукла театра теней – это далеко не полный перечень видов театральных кукол. В честь работников театра кукол появился праздник – Международный день кукольника или Международный день театра кукол, который отмечают 21 марта с 2003 года по предложению иранского деятеля кукольного театра Дживада Зальфагориха. История кукольного театра довольно древняя. Его истоки находят в языческих обрядах и играх с овеществленными богами. Так, во время ритуальных мистерий в Древнем Египте использовались куклы, изображающие бога Осириса. С бродячими группами кукольников это искусство пришло в Древнюю Грецию и Рим. Именно в Греции возникла идея изобразить мир с помощью ящика без передней стенки. На дне ящика делали прорези, в которые вставляли палочки для управления куклами. Театр кукол – часть народной культуры, и в каждой стране есть свой любимый персонаж. Каждый, конечно же, знает героя русского театра – Петрушку. Его легко узнать по красной рубахе и остроконечному колпаку с кисточкой. Излюбленные сюжеты – лечение Петрушки, обучение солдатской службы, покупка лошади. А знаете выражение «Секрет Палишинеля»? Палишинель – персонаж французского кукольного театра. Горбун, Задира, Весельчак, Балагур, под видом секретов сообщавшие известные всем вещи. Ему близок по характеру панч – гуляка, плут, весельчак и дрочун. Этот горбун с острым крючковатым носом по остроконечному колпаке родом из Англии. В Германии популярен озорник и плут Касперли. Он носит пестрый костюм, длинный красный ночной колпак, а в руке держит палку-мухобойку. В Турецком теневом театре воплощением народного юмора и смекалки стали Карагёзи и Хаджеват. В Венгрии главный герой уличной комедии – Витязь Ласло. Это весельчак, хитрец и забияка держат в руках сковородку, которую используют как оружие. Первое упоминание о кукольном театре в России относится к 1636 году. Первые в России гастроли кукольников состоялись в 1700 году. В 1931 году был открыт Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова. Спустя шесть лет при нем создали музей театральных кукол, коллекция которого является одной из лучших в мире. Книги, главными героями которых являются куклы и другие игрушки, особенно нравятся детям, да и взрослым тоже. Такие издания, как правило, не только хорошо написаны, но еще и прекрасно изданы, с иллюстрациями. Книги, которые приятно и читать, и рассматривать. Игрушка как главный герой – это не такой уж редкий гость в мире книг. Начиная от всем знакомых Буратино и Оловянного Солдатика и заканчивая книгами об игрушках, которыми нашему читателю еще мало знакомы. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает посмотреть на мир глазами кукол. Это очень интересно. Сипсик – ожившая тряпичная кукла, персонаж эстонской детской литературы, придуманной писателем Эна Раудом. В 1960-е годы цикл рассказов о Сипсике для дошкольников принес Рауду популярность, а со временем Сипсик стал одним из символов детской литературы Эстонии. Книга Рауда Сипсик была опубликована в 1962 году с рисунками Эдгара Вальтера. В 1970 году появился еще один сборник – Анну и Сипсик. Решив подарить своей младшей сестре Анну, она же Аня, на день рождения куклу, школьник Март, он же Максим, шьет ее сам. Лоскутки, вату и иголки с ниткой ему дает бабушка. Сшив туловище, голову, руки и ноги, Март соединяет, их. Однако результат немного огорчает его. Кукла получилась совсем некрасивая, не такая, какую он мечтал сделать. В расстроенных чувствах Март говорит, что у него получилась не кукла, а просто Сипсик какой-то. Если бы Марта спросили в тот миг, что такое Сипсик, он не смог бы ответить. Просто это слово как-то само собой подвернулось ему на язык, когда он хотел обозначить свою неудачную работу. Неожиданно для Марта Сипсик начинает говорить с ним. В дальнейшем он разговаривает только с Мартом и Анну. Другие его не слышат. Наиболее популярен образ Сипсика, нарисованный художником-иллюстратором Эдгаром Вальтером. Он брюнет, и у него одежда в широкую бело-синюю полоску. В советском издании с иллюстрациями Германа Огородникова Сипсик изображен блондином. У него брюки в синюю полоску, однако рубашка белая в красный горошек. Рассказы о Сипсике выходили также с акварельными рисунками Романа Кашина. Набор и последовательность рассказов о приключениях Сипсика и его хозяйке Анну в разных переводах и изданиях несколько отличается. Всего этих рассказов 15. В них Сипсик едет на такси, воюет с сосами, отправляется в плавание, летит на луну, забирается на крышу, занимается спортом, собирает грибы. Сказочная повесть «Леди Дэйзи» – это трогательная история дружба мальчика Неда с куклой, но куклой не простой, а говорящей. Однажды бабушка Неда снаряжает его на уборку старых коробок с чердака, и в одной из них он и обнаруживает леди Дэйзи Чейн. Эта кукла пролежала в старой коробке из-под тофель целых 90 лет, с тех пор, как ее первая владелица умерла в 1901 году. Дэйзи оказалась куклой самой королевы Виктории. Только помнит она ее, королеву, как маленькую девочку, которую звали Виктория, и которая заботилась о ней. Нед очень привязывается к леди Дэйзи. Она была очень умной и могла дать хороший совет, и просто поговорить по душам с ней было интересно. Нед с нежностью заботится и оберегает ее. Родители Неда, его друзья, никак не могут понять его привязанности к кукле. Но сколько же приключений придется пережить леди Дэйзи, и сколько раз Нед будет героически ее спасать? В книге великолепно ставится дилемма. Как быть Неду? Ведь мальчишки не играют в куклы. Поддаться влиянию отца и сверстников и забыть о говорящей кукле, посвятив себя чисто мальчишеским интересам. Или же делать то, что прикажет сердце? Нед сделал свой выбор. Эта необычная дружба, так удивительно начавшаяся, многому его научила и дала понять, как важно всегда оставаться верным себе, быть честным и справедливым, уметь стойко выдерживать любые испытания и никогда не унывать. В истории тряпичной Н Джонни Гролл маленькая девочка также нашла старую тряпичную куклу, принадлежавшую еще ее бабушке на чердаке. И, конечно же, захотела играть с ней. Другие куклы сразу же полюбили новенькую, и она даже стала главной среди них, ведь она была самой старшей. В книге куклы попадают в настоящие кукольные приключения и сталкиваются с серьезными кукольными проблемами. Появлением дырки в голове, попаданием в бочонок с краской, падением в реку. На протяжении книги тряпичную Н регулярно стирают, зашивают, пришивают оторванные глаза и так далее, прямо как в реальной кукольной жизни. Хорошо, что куклы не чувствуют боли, и в книге рассказывается почему. Это волшебство. Куклы, кстати, довольно непослушны. То налопаются сладостей, то из дома убегут, но у всех у них добрые и смелые сердца. Поэтому, когда щенок хозяйки попадает в беду, они среди ночи отправляются на его спасение. В конце книги в кукольной семье появляются новые, очень красивые и дорогие куклы. И как оно обычно и бывает, они напыщены, глупы и считают себя лучше старенькой тряпичной Н. Но доброта тряпичной куклы покоряет и их, и в конце концов они понимают, как ошибались. Во второй книге «Истории тряпичного Энди» куклам приезжает старый знакомый Н. Их сшили одновременно, но он и Энди не виделись уже полвека, не меньше. Поэтому, разумеется, они невероятно рады встрече. Энди – настоящий мальчишка. Он боевой, озорной, веселый и, конечно, очень добрый. И сразу берет командование на себя, становясь главным выдумщиком и зачинщиком всяких веселых шалостей. Танцы, бой подушками, изготовление карамелек, помощь пасхальному кролику, который принес разноцветные яйца. Проблем у куколок, разумеется, снова хватает. Оторванные руки, застревание в трубе, сахарный сироп, который так трудно отодрать от тряпичной руки. Но все заканчивается хорошо. Все куклы остаются целы и невредимы, и при этом становятся еще большими друзьями, чем были в начале книги. Роман «Кукла дядюшки Тулли» Шерон Кэмерон предназначен для среднего школьного возраста. Англия – середина XIX века. Юная Кэтрин Тулман отправляется по поручению тетюшки в фамильное поместье, чтобы выяснить, как там обстоят дела. Ведь до Лондона донеслись слухи, что их дядюшка совсем сошел с ума и разбазаривает наследство. Чтобы спасти семью от разорения, Кэтрин нужно разобраться в ситуации и отправить дядюшку в лечебницу для душевнобольных. Но когда Кэтрин приезжает в поместье, вместо сумасшедшего она видит гениального изобретателя, который заставляет людей верить в чудеса с помощью машин. Дядюшка Тулли создает механические игрушки. Удивительные и чудесные. В мишках, зайках, куклах, о которых рассказывается в книгах, ребенок может узнать свои любимые игрушки. У каждого из детей есть свой плюшевый друг или кукла, историю о которой очень бы хотелось прочитать. И такие книги позволяют начать фантазировать. Удивительно, что и для взрослых написаны книги, главными героями которых являются куклы. Но многие из них имеют мистический, фантастический, а где-то и криминальный характер.